Их занятия проходят до полного изнеможения, но они знали, на что идут. Балетный труд лёгким не бывает, тем более в одной из самых престижных школ мира – Вагановской академии балета. И первым воспитанникам филиала во Владивостоке скидок не делают. Вообще трудно. Главное – слушать педагога, исполнять, как он просит. Надо ведь всё отработать, даже если ты всё знаешь, надо, чтобы это было ещё лучше. Занятия ведут опытные педагоги. Главный балетмистер Приморской сцены Мариинского театра систематически навещает воспитанников и уже видит результат работы. С тех пор, как ребята начали заниматься в филиале Академии Вагановой, многое изменилось. И даже по тому, как они воспринимают тени или замечания, по тому, как они прогрессируют, и по тому, как они себя ведут на сцене, да и даже по тому, как они ходят по коридору. Как награда за тяжёлый труд – участие в спектакле, ставшем самым любимым в репертуаре нашего театра. Балет «Челкунчик» даёт возможность самым талантливым выйти на сцену. Я боялась сначала, а потом как-то даже было ощущение, как будто ты на репетиции, и не задумываешься, что сидят там люди в зале. Просто танцуешь и думаешь о хорошем. В декабре и январе их ждёт настоящее испытание на актёрскую выдержку. Ведь «Челкунчик» будет идти практически каждый день. Кроме того, воспитанников Вагановской школы введут в балет «Корсар». При этом уроки ребятам никто не отменял. Но в балете только так и бывает. В традициях Вагановской школы – работать до полного изнеможения. Ольга Сомкина, «Панорама». Вагановская школа Вам ответить. Вагановская школа